Храм святого великомученика Георгия Победоносца в Мдаве стоял здесь еще при царе Иване Грозном, перестроен в камне в конце XVI века. Правда, в смутное время храм был сильно поврежден, так что в 1653 году прихожане отстроили пятиглавую церковь практически заново. Главный престол храма освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, но прихожане сохранили предел во имя великомученика Георгия. Главными врагами храма на протяжении веков были политические катаклизмы и вода. Каждый век, а то и два раза за столетие, храм или перестраивали, или приходилось делать капитальный ремонт, и каждое время вносило свою лепту в украшения храма. В оформлении смешались разные стили и направления. Здесь и кокошники московского узорощья, и завитушки стиля барокко, и строгие линии амбирной колокольни, построенные в 1806 году на средства промышленника Демидова. Но различные изменения и украшения вносились с любовью, и создается ощущение, что так было всегда, и именно так и надо было строить этот храм. В советское время храм оставался действующим до 1935 года. После закрытия храм Божий был перестроен под общежитие метростроя. Но вопреки этому в храме под куполом сохранились старинные росписи, и когда храм вернули церкви, росписи были восстановлены. 16 июня 1992 года храм был передан московскому подворью Соловецкого монастыря. Началось возрождение старинной московской церкви. Конечно, в достаточно заброшенном состоянии был храм. Со стен свисали куски штукатурки, и, как обычно, к сожалению, в те времена на месте святом были самые искоренные места. В алтарях были туалеты и еще многое другое, что никак не совмещается с тем, чем является для православного человека храм. В 1992 году наместник обратился к свящему патриарху Алексию с просьбой передать этот храм для учреждения в нем подворье Соловецкого монастыря. Святейший патриарх очень внимательно отнесся к этой просьбе, и положительный ответ на нее не заставил себя долго ждать. И уже летом 1992 года я был назначен настоятелем этого храма, как подворье Соловецкого монастыря. Большие монастыри всегда имели в столичных городах свои подворья храмы. Они исполняли, прежде всего, некую представительскую функцию, являясь посольствами монастырей в храме, осуществляя связь монастырей с центральной церковной властью. В Москве, в столичном граде, было учреждено подворье Соловецкого монастыря, в котором монастырь очень нуждался как в помощнике по хозяйственной части, так и в помощнике по сбору благотворительных средств от жертвователей. И уже осенью мы смогли приступить к тому, чтобы привести этот храм в состояние, когда в нем, возможно, было бы совершать уже первое богослужение. И первая служба состоялась 8 января, на второй день после Рождества Христова. Это был молебен на Рождество Христово и на изгнание галов, и с ними 2 на 10 язык. Но для того, чтобы привести Дом Божий в должное благолепие, понадобилось еще 10 лет труда. И вот, 12 ноября 2003 года, святейший патриарх Московский и Всеруси Алексий II в сослужении архиепископа Истринского Арсения и епископа Дмитровского Александра совершил великое освящение храма. На память об этом радостном событии патриарх подарил приходу икону Божьей Матери Елеуса Кикская, которая заняла свое место напротив алтаря Никольского предела. И так получилось, что он стал храмом монастырским. Вот здесь живет монастырское братье, члены братьев Соловецкого монастыря, мы все Соловецкие монахи. И живем на маленьких Соловках в Москве, потому что даже сейчас этот храм расположен на маленьком острове, окруженном водами опадного канала и Москва-реки. Мы думали долго, как нам доставить что-то сюда с Соловков, что абсолютно сразу говорило о том, что человек, который пришел в этот храм, попал на Соловки. Как-то отец Намечник сказал мне, послушай, а в кресторезной мастерской лежит уже практически готовый девятиметровый огромный Соловецкий крест. И центральный столб его изготовлен из дерева, которое на Соловках выросло. Ну и я робко предложил ему, отец Намечника, может быть, мы установим этот крест на территории нашего храма. Ему эта идея понравилась, и мы приступили к ее реализации. Это было в конце 1999 года. Наконец мы в разобранном виде на большом трейлере привезли этот крест к нам в храм. Несколько месяцев мы готовили его здесь, под сводами нашего храма. И в начале февраля 2001 года воздвигли его на территорию нашего храма. На следующий день святой патриарх Алексий совершил в нашем храме первую его служение в Божественную Литургию, после которой осветил этот крест. Крест воздвинут так, как он на Севере, на Соловках делался. Он не вкопан в землю, а вставлен в сруб и заложен камнями. И камни эти тоже приехали вместе с крестом с Соловков. Поэтому сейчас уже никто, кто проходит мимо, не ошибется, говоря, это Соловецкое подводие. Главная святыня храма – икона основателей Соловецкого монастыря, преподобных Зосимы, Саватия и Германа, соловецких чудотворцев с частицами их мощей. И теперь для нас эта икона вот уже в течение почти 20 лет является нашей главной храмовой святыней. И перед ней каждое утро и каждый вечер, каждую службу мы начинаем молитвой преподобным. И каждое вечернее богослужение заканчиваем. И по средам, иногда в другие дни, когда в этот день совершается богослужение, мы служим перед этой иконой Акафист, преподобным Зосиме Саватия Германа Соловецкого. Рядом находится ковчежец тоже, в котором помещены мощи преподобных отцов глинских старцев. У нас тоже есть такие внутренние связи с Глинской пустыней, поскольку она тоже в честь Рождества при Святой Богородице, как и главный предел освящен нашего храма. И вот здесь вот рядом с изображением этого праздника на храмовой стене мы поместили ковчежец с мощами преподобных, глинских старцев, которые были уже в новое время причислены к лику святых, и нам пожертвовали, передали этот ковчежец. Кроме того, у нас в храме периодически по очереди с монастырем примерно полгода в течение года находится старинный мощевик, в котором, как великое утешение для нас, находится крупная частица мощей святого Великомученика Георгия. Наш храм сохраняет все-таки древнее название, посвященное Великомученику Георгию, хотя в середине XVII века центральный предел его был освящен в честь Рождества Престой Богородицы. В 2003 году святейший патриарх Алексий совершал великое освящение нашего храма обоих пределов, которые к тому времени были восстановлены, Никольского и в честь Рождества Престой Богородицы. Мы попросили его, чтобы Никольский предел он нас святил в честь святителя Николая и великомученика Георгия. И праздники в честь великомученика Георгия мы считаем престольными праздниками нашего храма, как это было когда-то. В центральном коностасе икона великомученика Георгия XVIII века, которая, вероятно, тоже совершенно не случайно попала в наш храм, когда в 2000-е годы устраивали этот иконостас, то мы поместили ее, как одну из самых чтимых икон нашего храма, в этот иконостас. Икона Хлебенная – одна из особенных соловецких святынь. Само ее возникновение связано с именем святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. Когда будущий святитель был еще молодым иноком и только пришел на Соловки, ему было поручено послушание пекаря, которое он старательно исполнял. Она вновь поступившая, безусловно, накладывается послушание, особенно трудное для того, чтобы испытать, готов ли новопоступивший к трудностям, к перенесению их. И вот некоторое время инок, а затем Филипп, нес послушание в поварнии, то есть в трапезной. Это было одно из самых трудных телесных послушаний. И однажды, утомившись и прикорнув на несколько минут отдохнуть возле теплой печки, будущий святитель заснул, и во сне явилась ему Матерь Божья, которая заповедовала написать ее образ. И когда проснулся инок, он, безусловно, поспешил к монастырским иконописцам, рассказал о явлении и рассказал о том, как себя благословила запечатлеть Преседая Богородица. Икона была написана, получила название «Хлебенная», то есть выпечка хлеба в печке происходит. В годы революционного лихолетия икона исчезла. В храме находится один из ее списков. В нашем храме есть несколько икон, которые мы считаем очень важными для храма. Это, прежде всего, образ Матери Божьей Неополимой Акупина, который пожертвован нам одним из больших благотворителей нашего храма, на средства которого многие работы в храме проведены. Он также участвовал в создании иконостаса и в росписи храма. К сожалению, сейчас он уже не в России, но обстоятельства бывают самые разные. Тем не менее, мы за него молимся и очень ему благодарны. Он передал в наш храм несколько икон старинных, среди которых одна икона Неополимая Акупина. И она особенно нас радовала, поскольку, так же, как и икона Великомучика Георгия, она появилась в нашем храме тогда, когда стены его практически были пусты. Державная икона Божией Матери. Сейчас мы поместили ее в киот, рядом с которой поместили изображения таких очень почитаемых, в недавнее время причисленных к лику святых, таких, как Блаженная Матрона Московская и Блаженная Ксения Петербургская. И изображение иконы Божией Матери Умиления, которая была келейной моленной иконой преподобного Серафима Саровского. Так что вместе это такие иконы, которые имеют огромное молитвенное значение для каждого христианина, и наши прихожане теперь имеют возможность при ними постоянно молиться. В храме есть также иконы святых оптинских старцев с частицами мощей. В центральном пределе находится икона священномучеников, принявших смерть на Соловках, в то время, когда монашеский остров превратили в гулаг. Здесь, при храме, проживает несколько человек, братья Соловецкого монастыря. И, к сожалению, в силу нашей немногочисленности мы не можем совершать Божественную Литургию ежедневно. Божественную Литургию мы совершаем в субботу, в воскресенье и в один из дней среди недели. Безусловно, в дни больших церковных праздников. По субботам мы совершаем панихиды. Мы стараемся сохранять вот этот монастырский строй службы в нашем храме. И надеемся, что Господь нас укрепит. И прихожане наши нас поймут. Храм находится недалеко от станции метро Новокузнецкая. Адрес улица Садовническая, дом 6. Адрес улица Садовническая, дом 6.